Здравствуйте! В эфире программа выпуск в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. И начнем с международных новостей. Эксперты отмечают, несмотря на то, что положение Соединенных Штатов за последний год заметно пошатнулось, Вашингтон продолжает продавливать одностороннюю политику. Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что призывы к немедленному прекращению огня в Украине, в том числе со стороны Китая, могут оказаться циничной ловушкой, которая заморозит конфликт, позволив Москве, цитата, «закрепить свои достижения и выиграть время, чтобы передохнуть, пополнить запасы и начать снова атаковать». Любопытно, что ранее почти аналогичную позицию относительно возможных поставок китайского вооружения высказал генсек НАТО Йенс Толтенберг. Понимают ли это в Вашингтоне? Очевидно, еще не до конца. Там буквально цепляются за былое всемогущество. Вот посмотрите, что говорит госсекретарь США Блинкен с разницей в пару дней. Сначала он заявляет, цитирую, «Китай пока не перешел границу в поставках оружия в Россию». И тот же Блинкен через сутки. Снова прямая цитата. «Администрация США не будет принимать в расчет заявление Китая о том, что поставки американского оружия Тайваню являются для КНР красной линией. То есть, коллеги, свои красные линии США готовы отстаивать как угодно, но Китаю такой возможности не предоставляют». А собственно с чего все это? Сколько мир будет терпеть такую наглость? Ведь это все видят. Вот на днях уже президент Мексики Лопес Абрадер заявил, что США лгут, что они считают себя мировым правительством, видят царинку в чужом глазу и не видят бревно в своем. Мексика, у которой, кстати, когда-то США буквально отобрали половину территории, пока не может на это ответить. Но может Китай, может и уже отвечает на практики России и могут отмечать вместе, сообща из страны, не входящие в так называемый золотой миллиард. Об этом на самом деле и говорил председатель Си, комментируя в Москве украинский вопрос. Он заявил, что Китай неуклонно руководствуется принципами устава ООН, активно содействует примирению и мирному регулированию. И вот еще цитата от китайского лидера. «Мы всегда за мир и диалог, и твердо стоим на верной стороне Эстонии». Природные богатства России должны использоваться с пользой для детей, убеждены депутаты фракции ЛДПР. Парламентарии предложили открывать с рождения каждому россиянину именной накопительный счет, пополняемый из средств дополнительных нефтегазовых доходов страны. Фракция ЛДПР подготовлена инициатива внесена в Государственную Думу. Мы считаем, что тот опыт, который уже накоплен в международной практике, который начинают реализовывать в Казахстане, это бывшая республика Советского Союза, входит в СНГ, может быть реализован и у нас. Тем более, что не раз звучали призывы и укоры, что все недра, все богатства земли нашей принадлежат нашим гражданам. Поэтому мы предложили использовать ту же схему и открывать соответствующие счета каждому родившемуся и ежемесячно соответствующий взнос направлять. Либо ежемесячно, либо раз в год. Это будет определяться специальным законом во время рассмотрения бюджетного процесса Государственной Думы. Таким образом, взнос будет определен и на счет эта сумма будет поступать. Достигая определенного возраста, возраста совершеннолетия, молодой человек, молодая девушка уже будет иметь определенный капитал, который можно будет потратить по своему усмотрению. Датская фармацевтическая компания накануне прекратила поставку инсулиновых препаратов в Россию. Государственная Дума ранее одобрила пакет законопроектов, которые вводят уголовную и административную ответственность за ввоз в страну незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, даже при условиях вхождения в перечень Всемирной организации здравоохранения. В ЛДПР категорически не согласны с решением думского большинства, поскольку люди будут лишены возможности приобретения лекарств, необходимых для поддержания здоровья. Скажем прямо, решение, на которое вышло правительство Российской Федерации, мы не поддерживаем. Наша позиция основывается на мнении граждан, которое мы безусловно спросили. И давайте честно скажем, что не все, в частности лекарственные препараты, которые прописаны гражданам Российской Федерации, они объективно доступны в аптечной сети внутри нашей страны. И даже, если посмотрим далеко назад, большинство граждан приезжало в рамках медицинского туризма, даже в дружественной страны получало соответствующие диагнозы, получали соответствующие рецепты на лекарства, и этими лекарствами пользовались длительное время. Значит, мы не понимаем, какова логика, соответственно, у правительства для того, чтобы осуществить вот этот вот запрет. Де-факто мы запрещаем граждан заниматься лечением препаратами, которые, в принципе, рекомендованы Всемирной Организацией Здравоохранения. Мы считаем, ну, лично моя позиция, это, ну, реально, это геноцид против нашего народа. По-другому я этого назвать не могу. Я не вижу тех выгод, объективно, которые бы поставили на чашу весов, ну, собственно говоря, аргументы с точки зрения запрета. Я не считаю в сегодняшней ситуации целесообразным, и меня поддерживают наши коллеги, это наша фракционная позиция, я не считаю целесообразным в текущий момент времени принимать такое волонтаристское решение. С одной стороны, аргументы звучащие, что мы защищаем наш рынок от каких-то там неправильных препаратов. Ну, коллеги, позвольте, значит, мы несколько лет подряд назад этими препаратами пользовались, у нас был с точки зрения, значит, здоровья для граждан, все хорошо, сейчас ситуация как-то резко изменилась. Но эти аргументы не выдерживают определенной критики, поэтому мы свою работу будем продолжать. Эта позиция у нас, ну, четко выверенная, значит, мы будем ее отстаивать в рамках работы в соответствующих профильных комитетах, на всех встречах с профильными министрами. Да, есть препараты-аналоги. Да, правительство Российской Федерации и фармацеварминдустрия национальная, она, конечно, провела колоссальную работу для того, чтобы сделать аналоги. И министр здравоохранения об этом на встрече, которая у нас проходила во фракции, он, в принципе, на подобного рода вопросы отвечал. Но давайте, как бы, это же личное решение мое, как вот родителя. Я, как бы, вот понимаю, что я пользовался, значит, таким-то препаратом, и долгое время ребенка, соответственно, ну, лечил, и у меня был результат. Я не знаю, будет ли результат у меня, и каков будет результат на другой препарат. И такие ситуации, когда организм отторгает, соответственно, лекарственные препараты, которые иные, и другие, их много. И вот мы ставим запрет, как бы, ну, я считаю, что это абсолютно, еще раз подчеркиваю, это такое решение, которое, на мой взгляд, ведет, несет негативные последствия в будущем. И население отреагирует на это. Я уверен, это будет точка напряжения, с которой нам придется работать. Нам всем, мы не можем себя, как фракция ЛДПР, отталкивать от государства. Мы такие же государственные чиновники. Значит, мы плохо работали, плохо убеждали. Но, еще раз подчеркну, что наша позиция в этом достаточно жесткая, и мы ее будем отстаивать. ЛДПР сегодня партия конструктивная оппозиция. Об этом заявил ее нынешний председатель Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что положительные и продуманные инициативы партия всегда с готовностью поддержит и даже станет участвовать в них. Деструктивные идеи ЛДПР не будет игнорировать и замалчивать. ЛДПР сегодня форвард оппозиционных сил. Мы партия самой конструктивной оппозиции, которая поддерживает здравые идеи президента, но встает на пути преступного бездействия и по сохранению русской цивилизации, о чем тысячи раз говорил, описал Жириновский, и по решению актуальнейших вопросов, связанных с образованием, с теми, кто идет за нами. От рождения и до окончания школы, окончания университета. Есть масса вопросов, которые мы зачем-то втянулись, не позволили себя втянуть. Западу хорошо было бы, если бы мы разделились, и наша молодежь, и процентов 5-10 учились бы в англосаксонских университетах, становились бы частицы англосаксонского мира, а возвращаясь, становились акционерами компаний, родившись здесь и с русским языком, которые будут раздирать на части и замыкать на запад наши недели, наши богатейшие, самые богатые в мире полезные ископаемые. Это рассказал Джордж Сорос еще в 90-е годы. Здесь большинство людей мыслящих, читающих, и все вы, наверное, или не все, но многие это знают. А остальные будут такой малообразованной массой. Вузы будут слабые, учить будут слабо, баланская система будет заменять знания баллами, ЕГЭ и всякое прочее, так сказать, время денег. Вот, сейчас предлагается ЕГЭ насытить новым смыслом. В советское время у нас была лучшая в мире система образования, никаких не надо было ЕГЭ. В советское время получали образование в советских вузах в 100 с лишним стран. И выпускники этих вузов уезжали обратно и становились президентами, премьерами, спикерами парламента, руководителями крупнейших корпораций. Мы, Советский Союз, осуществляли задачу международного развития, содействие международного развития, это называлось, и сейчас это возрождается. Мы готовили политические бизнес-элиты для большинства стран мира. Поэтому, естественно, мы переигрывали своего главного геополитического оппонента. А сегодня наоборот. И кроме нас в этом никто не виноват. Поэтому сейчас мы задираем квоты. Уже вместо 56 тысяч студентов из Монголии. Ну, Монголия, ладно, мы сейчас это сделаем для других стран. ЛДПР за это выступает. Беспрецедентное предложение для всех выпускников школ, которые хотят получить престижное образование и при том совершенно бесплатно. Нужно лишь желание и участие в Олимпиаде, которая даст возможность выиграть бесплатное обучение в Москве в Университете мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского. Мы приглашаем старшеклассников стать участниками Всероссийского конкурса имени и, по сути, памяти Владимира Вольфовича Жириновского, основателя и бессменного лидера артии МДПР, основателя Университета мировых цивилизаций. Участвуй в нашем конкурсе, становись его победителем, и у тебя будет, безусловно, прекрасная возможность стать профессионалом. Мы об этом позаботимся. До встречи. Кстати, сегодня на встрече актива с лидером партии Леонидом Слуцким был презентован еще один общероссийский конкурс «ЛДПР Старт». Его идея в том, чтобы найти людей с активной жизненной позицией и предложениями по улучшению разных сфер жизни и отраслей экономики. Принять участие в конкурсе смогут не только члены партии, но и беспартийные. И к этому часу у меня все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в Telegram-канале. До свидания. Спасибо. 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 Спасибо.